добрый вечер мы занимались последнее время чтениями разбором первой маковейской книги которую благополучно завершили и сегодня мы начинаем читать вторую маковейскую книгу и оказываемся как бы на совершенно другой планете с точки зрения культурной главным образом как мы убедимся вторая маковейская книга в отличие от первой маковейской книги написано на греческом языке на языке на диаректе который называется койна и эта книга судя по всему было написано в диаспоре мы не знаем точно где можно предположить что в египте может быть и где-то в другом месте в северной африке и мы как бы прежде всего сейчас прочтем некое предисловие к этой книге составленная ее автором причем мы начнем не с самого начала я объясню почему это так чуть ниже вот читая это предисловие мы уже убедимся в том насколько книга это отличается от первой маковейской книги я сейчас открою текст и мы начнем смотреть его итак я начинаю вот с того что здесь обозначено как 20 стих это вторая голова 20 стих что до этого 20 стиха мы увидим чуть ниже вот мы сейчас то прочтем о делах и же иуды макове и братьях его и об очищении или об освящении великого храма и об обновлении века также о войнах против против антиоха эпифана и против сына его эвпатора а сын его эвпатор это антиох 5 ребенок который на самом деле не достиг взрослого возраста и в общем погиб там мы читали о нем в первом маковейской книге и о бывших с неба явлениях тем которые подвязались за иудеев столь ревностно чтобы весьма многочисленные очищали всю страну и преследовали многочисленные толпы неприятелей а вот смотрите уже здесь мы видим очевидно отличие 1 маковейской книги от 2 1 маковейская книга о чудесах по крайней мере явных чудесах не повествовала автор 1 маковейской книги как мы уже отмечали старался по мере возможности быть реалистом уже в прологе к своему нарративу автор 2 маковейской книги заявляет что война иуды маковей его братьев сопровождалась некими чудесными явлениями которые пришли с небес с неба причем как отмечают исследователи историки и филологи тут судя по всему содержится некая ирония касательно того имени которое принял себе антиох 4 эпифаны а эпифан это по сути дела явленный явленный то есть он себя обожествлял и вот автор пользуется здесь термином который обыгрывает это обозначение антиоха эпифаны эпифаны я то есть явление европейские языки и в иврит на этот термин тоже проник и он обычно обозначает богоявление эпифания так вот эти чудеса явленные с неба сопровождали победу иудеев мотив согласно которому они были малочисленными и преследовали многочисленные толпы неприятелей мы встречали и в первой маковейской книге это такой типичный библейский мотив мы говорили неоднократно встречается дело не в большой армии отдела в поддержке бога и дальше говорится здесь и воссоздали слава да при этом еще одну вещь я хочу только отметить значит дело в том перевод не очень удачный если более точно переводить то вот эти явления небо произошедшие ради тех кто искал чести в подвигах которые или которые подвязались на тут написано за иудеев но на самом деле термин который здесь использован это иудаисмос иудаисмос что буквально следует наверное перевести как иудаизм а это первое появление этого термина в литературе во второй маковейской книги впервые появляется термин иудаизм что он точно значит мы увидим в дальнейшем он не значит на самом деле то что мы сегодня подразумеваем под этим термином это тогда скорее такое анахронистичное представление а это как бы ну некоторое некоторое обозначение образа жизни да и в этой же книге в этой же книге впервые появится и второй тоже не менее важный термин эллинисмос эллинизм который эллинисмос будет противопоставлен иудаисмос а значит вот эти два термина состоют некий создают некое противопоставление оба эти термина повторяю впервые появляются в еврейской литературе здесь во втором и кавейской книге и дальше говорится и воссоздали славный во всей вселенной храм и да это кстати говоря такое довольно важное утверждение значит славный во всей вселенной храм это как бы сказать некоторый универсальный взгляд на еврейское святилище в первом и кавейской книге мы этого не встречали а это иудейский еврейский храм который должен быть очищен и нигде не звучит какой-то вот такой универсальный посыл что это храм который в ком-то смысле является центром притяжения всей вселенной между прочим и в танахи тоже есть как бы вот две полярные точки зрения касательно на храм касательно храма на с одной стороны храм это чисто и еврейское святилище на никого другого не касается а с другой стороны особенно в пророческих текстах утверждается неоднократно что народы сойдутся в храм в первом кто говорит это это и шаял ванамоц в своем эскатологическом пророчестве а потом и второй сая тоже говорит мой дом наречется домом молитвы для всей для всех народов вот так и здесь да и еще одно я не обратил внимание ваше на предыдущем стихе да тут упоминается многочисленные толпы неприятелей я тоже бы хотел отметить что здесь используется термин термин варвары это русский перевод не очень удачный а между тем здесь использована именно этот термин и он опять же имеет некоторые ироническое значение потому что мы знаем что греки называли варварами всех тех кто не принадлежал к греческой цивилизации здесь же термин обращен против самих греков опять же написано толпы неприятные буквально правильно и грубо перевести толпы толпы варвар так вот воссоздали славный во всей вселенной храм освободили город ну понятно и русалим восстановили клонившиеся к разрушению законы значит законы мы отдельно еще будем говорить каком смысле подразумевается здесь во множественном числе это терм что именно подразумевается под законами во множественном числе это не обязательно тора как таковая которая обычно употребляется в единственном числе ну но мос здесь ой но мой видимо имеется ввиду вообще как бы опять же некоторые комплекс на образ жизни еврейский то что уже в персидский период называется термином который вошел и в современные дат на это персидское слово персидский термин который обозначает действительно закон дат дата вот и он в книге эзры обозначает комплекс тех обычаев которые соблюдает народ израиль вот и вот тут говорится и восстановили клонившиеся к разрушению закона когда господь с великим снискождением милосердивался над ними и опять же я обращаю ваше внимание на то что в первой макавейской книге бог не упоминался как таковой упоминалось небо а небо которая с нами во второй макавейской книги присутствие бога будет явным постоянно он будет упоминаться мы это увидим так заканчивается первая часть пролога где автор объясняет содержание своей книги а сейчас он скажет несколько слов об истории создания своих что тоже очень важно понять а всем этом изложенная ясоном киринейским в пяти книгах мы попытаемся кратко начертать в одной книге кириней это собственно говоря место в северной африке там где сегодняшняя оливия вот и там находилась довольно большая еврейская община кто кем был вот этот ясон мы точно не знаем надо полагать что он был евреем если он описывал историю макавейского восстания хотя сто процентов мы этого ждать не можем у нас нет об этом ясоне никаких сведений помимо того что сообщено здесь вот он написал пять томов истории макавейского восстания труд был весьма серьезно есть исследователи которые сомневаются в том что этот ясон существовал что такой труд был но в принципе у нас нет таких прямых оснований подозревать здесь авторов в каком-то какой-то выдумки вот он утверждает что он написал эпитом то есть бы некоторый конспективно изложил пять книг ясона киринейского мы увидим в дальнейшем что действительно вторую макавейскую книгу с точки зрения содержания и композиции можно разделить на пять частей каждая из которых теоретически могла соответствовать одной из книг ясона киринейск дальше он говорит следующее ибо имея в виду множество чисел как тут сказано но это как-то такой очень странный перевод он имеет ввиду множество множество слов на действительно тут используется слово адресмос адресмос которая может быть переведено как число но тогда надо понимать что имеется ввиду не числа как таковые а скорее число слов число строк и трудность происходящую он говорит от обилия содержания для желающих заняться историческими повествованиями мы озаботились доставить душевное назидание желающим читать облегчение старающимся удержать в памяти и всем кому случится читать пользу а вот эти такое как бы сказать объяснение того что собственно говоря автор предполагал представить своим читателям это звучит очень по-гречески именно так неоднократно начинались открывались исторические или философские труды а вот объяснение значит какова цель пишущих что он хочет передать своим читателям хотя для нас говорит он принявших на себя труд сокращения это не легкое дело требующие напряжения и бдительности как нелегко бывает тому кто готовит пиршество и желает пользы другим здесь мы видим прямой намек на очень известная очень известная очень известная обычая или очень известная как бы образ опять же почерпнутый из греческой литературы и из греческой культуры а именно симпозиум есть симпозиум на котором люди с одной стороны пируют с другой стороны ведут приятную беседу часто философского содержания вот такой симпозиум например Платон описал в своем знаменитом диалоге пир симпозиум описан также в послании Аристея которое мы когда-то вспоминали в связи с историей создания септуагенты вот так вот как нелегко бывает тому кто готовит пиршество и желая пользы другим вот такого человека который готовил этот пир и он у него было совершенно определенное звание он назывался архитриклинос глава воссегающий вот он все это делал но имея в виду благодарность многих мы охотно принимаем на себя этот труд предоставляя точные изложения подробности историку и стараясь последовать примером сокращенного изложения ибо как строителю нового дома надлежит заботиться обо всем строении а тому кто должен заняться резьбой и живописью надлежит изыскивать только подребное украшение так мы думаем и о себе заметьте вот эти метафоры метафоры из области строительства архитектуры живописи это опять же как бы вещи которые можно неоднократно найти в различных греческих текстах и то что мы совершенно не находим как правило в текстах изначально еврейских библейских например и почему мы не находили в первой маковейской книге углубляться и говорить обо всем продолжает наш автор исследовать каждую частность свойственно начальному писателю истории тому же кто делает сокращение должно быть предоставлено преследовать только краткость речи и избегать подобных изысканий и так в связи со сказанным начнем теперь повествование ибо не разумно увеличивать предисловие к истории а саму историю сокращать так этот как бы написано по-русски здесь да этот русский перевод но ощущение такое когда читаешь что это действительно читаешь какой-то греческий исторический или философский трактат предисловие такому трактату значит в этом смысле я бы хотел обратиться к метафоре метафоре которая поставлена в заголовок нашего сегодняшнего разговора нашей сегодняшней лекции а именно да будет жить ефет шатрах шем и будет ли жить ефет шатрах шем сама по себе эта книга вторая маковейская книга как и первая повествует о событиях маковейского восстания правда в отличие от второй маковейской книги она целиком и полностью сосредоточивается на истории иуды маковей там есть в начале рассказ о том как начались гонения антиоха эпифана но в целом как бы книга посвящена первой фазе восстания главным героем является иуда маковей он воспринимается как главная фигура этого восстания а кроме того есть еще так называемые мортиры которых отдельно пойдет речь те кто пострадали за веру мы видели что в предисловии он как бы глумится над антиохом эпифаном с одной стороны который был обуян мыслью о пан грецизме с другой стороны он фактически называет греков или грекоязычное население варварами тоже глумясь над ними выворачивая наизнанку их собственное употребление и в то же самое время он пишет на греческом языке в манере греческого исторического изложения также точно потом флавий иосиф будет излагать историю так вот в книге Берешит есть такое место которое появляется в девятой главе после рассказа о потопе это довольно знаменитое место где но благословляет своих сыновей и проклинает хам и в частности по поводу шема и ефета сказано такая вещь и это стих двадцать седьмой яфт элогим ла ефет ваишкон беохалей шем расширит бог ефета и будет жить в шатрах шема возникает вопрос кто собственно говоря будет жить в шатрах шема тут у нас есть две возможности одна возможность более простая это что бог будет жить в шатрах шема что ефет противопоставлен здесь шем с одной стороны бог как бы благоволит ефету ефет благословлен но благословляет ефет но при этом жить в бог будет в шатрах шема с намеком возможно на верно на святилище народа израиля шкан который мы сейчас читаем в эти недели храм будущий это возможности понимание этого стиха помимо прочего диктуется принципом бритвы окам значит как бы как можно меньше меньше средств использовать для того чтобы как бы дать решение изменения и в данном случае казалось бы подлежащее должно остаться тем же яфте логимля ефет ваишкон бао галей шем расширит бог ефета и будет но будет обидать в шатрах шем при этом существует другая возможность комментария которая изложена например в вавилонском талмуде вавилонский талмуд в трактате мегила впрочем это изложено и в иерусалимском талмуде тоже вавилонский талмуд в трактате мегила обсуждает вопрос поднятой мишной на каком языке и каким шрифтом можно писать книги тора а также тефелином из узок и в частности там приводится мнение такого очень знаменитого таны рабана шимона бен гамлиэля второго который был главой еврейской общины еврейского народа во втором веке после поражения восстания баркохвы он находился в таком месте которое называлось уша он был отцом раби иуды патриарха раби иуды анаси и вот он говорит здесь что книги торы разрешили писать помимо сирийского так называемого письма то есть письма которому которую мы пользуемся сегодня еще и по-гречески дальше приводится мнение амуры амудреца талмудических времен раби абаху из кейсарии который жил в конце четвертого начале пятого века был известен своим своими проэллинистическими воззрениями и и вот он ссылаясь на раби йоханана тоже знаменитого амуру говорит почему рабам шимон бен гамлеэль считает что можно писать книги торы на греческом языке потому что сказано расширит бог и будет обитать в шатрах шема но не бог будет обитать шатрах шема согласно объяснению раби абаху слова или дела йефета будут в шатрах шема или как говорит другой мудрец раби хия бараба йофьюто йофьюто шельефет и красота будет в шатрах шема при том что мудрецы мишны мидраша и талмуда не были вообще говоря греко ориентирован в отличие например от филона александрийского от тех евреев которые жили в диаспоре грекоязычной диаспоре в первую очередь в египте в северной африке в малой азии они тем не менее как правило греческий язык знали и более того почитали у нас осталось несколько свидетельств этому одно из них например приводится в руссоинском фалмуде где говорится что греческий язык предназначен для поэзии еванит лазер 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 подразумевается греческий язык то есть это язык литератур язык красоты и вот это представление что греческая красота или греческие слова должны обитать шатре может быть понятой по-разному кто-то может быть скажет что это свидетельствует о некой иерархии что при всем том что греческая культура воспринималась в те времена как ну как сказать культура с большой буквы как говорят на юрите но при этом она должна все-таки склониться перед шатром шема еврейские еврейская религия стоит над греческой культурой над греческой эстетикой можно понять это несколько иначе одно другому не обязательно противоречит но можно понять это и несколько иначе что есть возможность объединения что не следует воспринимать греческую культуру в штыки а вот то что в талмуде есть разные разные отношения к греческой культуре греческому языку но в частности появляются и такие выражения арур аширы ламед бно хохмай ванит проклят тот кто будет учить своего сына греческой мудрости такие вещи произносятся они конечно свидетельствуют о конфликте как политическом и гражданском так и культурном конфликте конфликт который начался с того момента на самом деле когда началась экспансия греческой культуры после завоевания Александра Македонского и далее но в то же самое время мы встречаем и вот такие высказывания мы видим что еврейские мудрецы неоднократно прибегают тем или иным образом подчеркнутым из греческой поэзии например из гомера своих митрашах и как бы воспринимают это как некий эстетический культурный арсенал которым можно пользоваться и никто тот же рабиабау прекрасно знал греческий язык и им пользовался так вот я говорю это все к тому что и наш автор безымянный мы не знаем его имени мы не знаем его имени мы не знаем точно где он жил он жил в Египте той же северной Африке там где и сон киринейский которого он упоминает и в Алой Азии где угодно судя по всему книга была написана более-менее по следам происшедших событий во втором веке в середине второго века до новой эры хотя на самом деле следует все же отметить что на эту тему существуют существуют споры вот но так или иначе этот наш автор является как раз можно сказать пример того как красота или слова ефета обедают шатрах шема вот он создает исторический труд который направлен на прославление иудаизма который объявляет храм универсальным святилищем но при этом он пользуется терминологией понятий поэнтийным аппаратом как как образами которые очень близки именно греческому миру и неспроста именно он вводит вот эти абстрактные понятия иудаисмос и эллинисмос которые потом были взяты на вооружение иудаизм и эллинизм вот в первой маковейской книге этого нет она целиком полностью укоренена в еврейской культуре написана была изначально на иврите вот целиком полностью ориентировалась на библейские образцы при том повторяю что автор первой маковейской книги стремится быть реалистом и не выпячивал чудеса во время как автор второй маковейской книги этим будет заниматься постоянно значит я мы перед тем как перейти первым вернуться назад а мы сейчас вернемся назад потому что это была середина второй главы это это предисловие а мы вернемся сейчас назад но перед тем как вернуться назад если у вас есть вопросы по этому предисловию то можно их задать самое время их задать сейчас есть у кого-нибудь какие-нибудь вопросы пока похоже нет ну хорошо тогда мы как бы повторяю возвращаемся назад теперь я объясню почему мы это сделали дело в том что вторая книга вторая маковейская книга открывается эпистолярным жанром двумя письмами которые были отправлены иерусалимскими евреями своим братьям в египет судя по всему в александре эти письма письма наверное почти наверняка не являются неотъемлемой органичной частью второй маковейской книги они были добавлены мы не знаем кем они были добавлены самим ли автором или позднее каким-либо редактором боюсь что этого не узнаем никогда но эти письма тематически связаны конечно с содержанием книги они как бы неспроста поставлены впереди потому что их задача установить хануку как праздник и вот именно об этом пишут иерусалимские иудеи в египет и предлагают египетским евреям праздновать очищение храма произошедшая 25 кисле а эти письма в отличие от все остальные втором и кавельской книги вполне возможно написаны на иврите изначально были есть признаки языковые которые на это указывают стилистически они достаточно сильно отличаются от всего остального текста эти письма интересные не только с исторической точки зрения потому что это по сути дела второй случай переписки между евреями египта и евреями иерусалим а первый случай был в пятом веке в конце пятого века до новой эры там правда до нас дошли как раз письма посланные из египта в иерусалим это письма общины ев или элефантины того самого еврейского гарнизона который существовал там возможно уже с конца седьмого века до новой эры и там в какой-то момент был выстроен храм они там в этом храме приносили воскурение не совсем полностью производилась служба как в иерусалимском храме но там был храм они не считали что это зазорным а вообще в египте было несколько случаев создания храма был еще впоследствии такой храм хонио во втором веке и далее в Леонтополе вот но это отдельная история хонио будет упомянут во втором маковейской книге и тогда мы это обсудим так или иначе евреи и Ева обратились к своим иерусалимским братьям с просьбой о помощи потому что их храм был разрушен египтянами можно сказать такой первый очевидный антисемитский акт в истории вот и они попросили помощи и поддержки финансовой судя по всему получили отказ а вот второй случай второй случай такого рода переписки это то что мы находим во втором маковейской книге но тут как раз письма которые посылались в египет у нас нет писем которые были посланы из египта в иерусалим вот мы сейчас да так вот я сказал что эти письма интересны не только с исторической точки зрения которую я сейчас представил но и с точки зрения истории традиций а в них мы находим довольно любопытные традиции касающиеся например того что случилось с храмовыми сосудами в тот момент когда первый храм был разрушен мы это прочтем не знаю дойдем уже сегодня или в следующий раз это как бы полторы главы вот давайте начнем читать это эти письма читать и по мере возможности их комментировать братьям иудеям в египте радоваться братья иудеи в иерусалиме и во всей стране иудейской желают счастливого мира любопытно что здесь есть два приветствия одно судя по всему греческое а другое еврейское значит радоваться это греческое хайраин с другой стороны счастливый мир понятно что это шалом они как бы говорят шалом да благодетельствует вам бог и допомянет завет свой с верными рабами своими Авраамом Ицхаком и Яковом здесь как бы сразу мы входим в историю в историю которая связана с текстами Торы завет между богом и праотцем да даст всем вам сердце чтобы чтить его исполнять волю его всем сердцем и усердную душой а здесь мы как бы видим очевидную кальку с иврита да как бы сразу же это может напомнить нам молитву шма да возлюбить бога вахавта это шем и логеха бэхолле вавхау бэхоль нам шихау бэхоль мэо дэх здесь тоже говорит со всем сердцем и усердную душой ну это как бы примерный перевод здесь на русский язык вот вот откроет сердце ваше для закона его и повелений дарует мир значит пусть бог откроет ваше сердце для его закона понимается естественно под его законом тора и дарует мир то есть чтобы не было больше войны преследований да услышит моления ваши и да будет милости к вам и да не оставит вас во время бедствия да мы на самом деле не знаем что конкретно имеется здесь в виду имеется ли здесь в виду какие-то конкретные события гонений на евреев в египте или же это что-то скорее такое для общего до красного словца ну скажем так что это как бы принятая форма обращения что бог будет с вами всегда и в том числе когда вам плохо не оставит вас во время бедствия действительно мы видим что есть тексты которые описывают гонения на евреев в Толемеевском Египте но эти тексты надо сказать в основном такого годического содержания например третья маковейская книга вот там там самом деле это описано но историческое значение этой книги невелико весьма невелико значит мы знаем что выгонения на египет на египетских евреев в основном происходили уже в римскую эпоху так ныне здесь мы молимся о вас это первая часть письма такая торжественная открывающая письмо а дальше как бы она даже в том смысле такая политическая а дальше начинается уже вполне реальная история в царствовании Деметрия в 169 году мы иудеи писали к вам в скорби и страданиях постигших нас в те годы как отложился сон и соумышленники его от святой земли и царства значит писали в 169 году значит есть на самом деле значит подразумевается здесь судя во всему Деметрий второй Никатор о котором мы читали в первой Маковейской книге который царствовал дважды до и после своего орфянского пленения первый раз в 145 в 138 годах так вот что такое этот 169 год можно предположить что речь идет о годе когда стал главой еврейского народа в ту пору Шимон Маковей потому что 169 год по вавилонскому исчислению или 170 по накидонской это 143 142 годы до новой эры и это ровно то время когда был убит Ионатан брат Иуды и стал правителем и правосвященником Шимон значит можно таким образом понять что в 169 году было послано письмо которое рассказывало о предшествующих гонениях теперь я не хочу вас утомлять языковыми выкладками как бы так или иначе этот текст можно понять двояко что авторы письма упоминают какое-то еще письмо которое было написано до того а и так понимают многие комментаторы вот но можно понять и так что сейчас да тут как бы перфектная греческая форма которую можно по-разному перевести что мы сейчас 169 году написали вам то что вы теперь читаете вот очевидно так или иначе что писали о том что постигла в предшествующие годы так насчет отложения ясона ясона это первосвященник который фактически выбил выбил династию первосвященническую династию а не адов да у антиоха выкупил да у антиоха эпифана это был первый прецедент первый случай когда первосвященство было куплено за деньги вот это произошло как раз в 175 году до новой эры и с этого момента положение резко ухудшаться и уже в 168 году вспыхивает восстание маковея а ясони мы еще много и долго будем читать дальнейшем они как тут сказано сожгли ворота и пролили невинную кровь а значит судя по всему судя по всему судя по всему этими воротами понимается понимается ворота 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 Иерусалима возможно возможно ворота храма возможно главные ворота ведущие во двор храма а вот они пролили невинную кровь тогда мы молились господу на это то что связывает письма с самим текстом маковейской книги вот это постоянная подчеркивание присутствие бога когда мы молились господу и были услышаны и приносили жертву и как тут написано семидал в общем имеется в виду то что называется минха пшеничная мука и возжигали светильники и предлагали предложения так называемые лехема паним значит точнее который лехема паним и лехема маарехет да это тот что кладется в субботу накануне субботы внутри храмового помещения неделю там находится вот и ныне говорится здесь совершайте праздник кущий в месяц кислем значит праздник кущий это сукот а в свое время когда мы с вами читали первую маковейскую книгу и обсуждали вопрос о том почему ханука длится восемь дней то мы в частности привели мнение которое содержится в тексте второй маковейской книги которая несомненно связана с этим текстом письма что ханука является своего рода ну что ли компенсацией за то что праздник суккот праздник кущий не был тогда отпразднован потому что евреи преследовались праздник кущий праздник суккот продолжается восемь дней поэтому значит как бы условно говоря а вот этот праздник праздник пущий месяц кислея ханука которая вот имеет здесь такое название при этом надо еще иметь в виду что ведь в месяц кислея что произошло был очищен и судя по всему освящен заново храм но в танахе говорится о том что когда царь шлумо построил первый храм то это произошло как раз месяц называемый там ерах эйтаним то есть то что мы сегодня называем месяц тишлей и это освящение храма это освящение храма совпало фактически с праздником суккот так что это может быть дополнительным объяснением почему праздник установленный маковеями называется здесь праздником кущей в месяце кислея то есть возможно что по крайней мере какая некая альтернативная существовавшая традиция на тот момент этот праздник который мы сегодня называем ханукой именовался именно так суккот выходыш кислея праздник суккот праздник кущей месяц кислея здесь завершается первое из список всего два письма мы начнем читать сейчас второе письмо которое гораздо более длинное и поэтому и гораздо более интересно тут мы сразу же оказываемся перед проблем это вы можете видеть сто восемьдесят восьмом году живущие в Иерусалиме дело в том что из греческого текста не очевидно что вот эта дата относится к фразе открывающей десятый стих есть те кто понимает это иначе и ныне совершаете праздник кущей в месяц кислея в таком-то году проблема заключается в том что по поводу самого года существует два разных два разных версий с одной стороны вот эта версия сто восемьдесят восьмой год подразумевается год по македонскому летосчислению и тогда мы оказываемся достаточно поздней достаточно позднее время позднем времени если это пересчитать на известное нам летосчисления то то получается значит сто восемьдесят восьмой год это это сто двадцать четвертый год до новой эры вот не очень понятно почему эта дата имеет имеет какое-то значение почему именно в сто двадцать четвертом году надо праздновать хануку как бы если опять же говорить сто двадцать четвертый год до новой эры если говорить о том какое чье это время то это время правления йоханана гиркана и не начало его правления уже через десять лет после начала вот поэтому некоторые из исследователей понимаю указывают на то что есть другой другая версия значит согласно другой версии здесь написано не сто восемьдесят восьмой год а сто сорок восьмой год я не буду сейчас опять же утомлять вас как получаю как получаются эти переходы вот но если идет речь о сто сорок восьмом год а не сто восемьдесят восьмом то есть это письмо получается более ранее чем предыдущий а не более позднее то тогда понятно потому что что такое сто сорок восьмой год сто сорок восьмой год это сто шестьдесят пятый сто шестьдесят четвертые годы а сто шестьдесят пятый сто шестьдесят четвертые годы это и есть сто шестьдесят четвертый год это тот год когда был очищен и освящен храм А вот это такой важный момент. То издание, которым я пользуюсь и которое я несколько срекламировал в книге Маковеев, научно-критическое издание, предлагают именно это прочтение и связывают его с предыдущим стихом. И ныне совершайте праздник Кущи в месяце Кислеве в 100... что значит в 148 году, как они это понимают, праздник Кислева 148 года. Совершайте праздник Кущи в месяце Кислеве 148 года. То есть это как бы генетив, водительный падеж 148 года. То есть праздник, который был тогда установлен в 148 году, то есть по нашему летоисчислению 164 год до новой эры. Значит, начинается же второе письмо тоже некоторой загадкой. Значит, жители Иерусалима иудеи, а также старейшины, совет старейшин, и иуда, Аристабулу, учителю царя Толемея, происходящему из рода помазанных священников и пребывающим в Египте иудеям радоваться и здравствовать. Теперь возникает вопрос, кто такой Иуда и кто такой Аристабул? Значит, это вопрос чрезвычайно непростой, потому что как бы тут существует несколько возможностей. Одна из них такая очень увлекательная, что автором письма является непосредственно Иуда Маковей. Значит, кто такой Аристабул в таком случае? Некоторые считают, что это Аристабул философ, живший в Александрии, в Египте, который был в самом деле учителем. Как мы знаем, в греческом мире было принято, чтобы у царей были учителя-философы. Так вот, этот Аристабул философ, еврейский философ, был в самом деле, возможно, по времени, пока не говорили, это возможно, учителем Ктолемея Филометра, который правил с 181 по 146 годы. Но в таком случае есть проблема, потому что, если так, то Иуда к тому времени был, на самом деле, не очень понятно. Значит, был ли на тот момент Иуда Маковей в живых? Значит, в тот момент, когда… Нет, я неправильно говорю. Чувствую, что я здесь, значит, повторяю, и Птолемей, филометр правил со 181 по 146 год до Новая Эта. Эра, значит, когда он был ребенком, тогда, в общем, как бы, в принципе, это возможно. Да, это как бы, как некоторые варианты, это возможно, значит, что действительно речь идет об Аристабуле-философе. Вот, но возможно, что речь идет и о других людях, да, потому что, на самом деле, точной индикации у нас здесь нет. Возможно, это другой Иуда и другой Аристабул, да, значит, тем более, что тут сказано, что этот Аристабул происходил из рода помазанных священников. То есть, судя по всему, из рода цадокидов. У нас нет никакой информации, что философ Аристабул был таковым. Но возможно, что действительно некий Аристабул был одним из священников из рода коню. В общем, это как бы остается под знаком вопроса. Мы не знаем точно, никто такой Иуда, никто такой Аристабул здесь упомянут. Значит, время наше практически выходит. Мы только дойдем, я хочу дойти, буквально еще несколько стихов дочитать, прочитать, чтобы дойти до описания смерти антиоха Эпифана. Так вот, избавленный Богом от великих опасностей, мы торжественно благодарим Его, как бы сражавшиеся против царя, так как Он изгнал ополчившихся на святой град. А вот опять, кто на самом деле воюет? Не мы. Не мы воюем. Воевал сам Бог. Воевал сам Бог за нас. Он изгнал ополчившихся на святой град. И дальше будет рассказываться история о смерти антиоха Эпифана. Значит, привлекает внимание то обстоятельство, что вот при всем том, что автор этих писем, он как бы в отличие, скажем, от автора первой маковейской книги, не пользуется какими-то вот библейскими специальными образами, но он вводит очень четко мотив, который хорошо знаком нам из библейских текстов, уже, например, из рассказа об исходе из Египта. Бог на самом деле воюет. Адонай елахем лахем ваатемта харишун. Так Моше от имени Бога говорит народу Израиля, стоящему у лесникового моря. Ничего не бойтесь, вам даже воевать не придется, Бог будет воевать за вас. Вот именно в таком виде воспринимает это автор данного письма. И буквально еще несколько стихов, и мы здесь поставим точку. Здесь содержится эксклюзивная история о том, как погиб антиоха Эпифана. Во всех других источниках, нам известных, рассказывается о том, что антиох был, умер в своем восточном походе от болезни после того, что он попытался ограбить местный храм, то ли в Илами, то ли в Персии, и получил отпор, был изгнан жителями оттуда, и от расстройства заболел. Там еще узнал о том, что происходило в Иудее, что поднялось восстание, и он умер. И здесь приводится некая эксклюзивная история. Ее нигде больше нет, нигде больше не появляется. Итак, говорится так, когда царь, имеется в виду антиох, пошел в Персию, и с ним войско, которое оказалось непобедимым, они поражены были в храме Нанай. А Нанайя – это известная богиня, богиня плодородия. Возможно, некоторая параллель Вавилонской и Штар. Так вот, войско его казалось непобедимым. Они были поражены в храме Нанай через обман, употребленный ее жрецами. А именно, когда антиох, как бы намереваясь сочетаться с нею, пришел на то место, а бывшие с ним друзья пришли взять деньги как преданное. Здесь имеется в виду то, что по-глечески называется «хероэс гамос» – «священный брак», известный нам из разных источников. Источников утверждается, что, как правило, в день новолетия день новолетия царь, символизирующий бога-творца, совокуплялся с жрицей, главной жрицей храма, и это должно было привести плодородие земле в этом году. Судя по всему, антиох здесь использовал это как некий обман. Он хотел ограбить храм и представил это как хероэс гамос, но у него ничего не получилось. Именно когда антиох, как бы намереваясь сочетаться с нею, пришел на то место, а бывшие с ним друзья пришли взять деньги как преданное, а жрецы Нанай предложили, и антиох с немногими вошел во внутреннюю храма, тогда они заключили храм, как только вошел антиох, то есть заперли, и отворив потаенное отверстие в своде, стали бросать камни и поразили предводителя, то есть антиоха, и бывших с ними, рассекши на части и отрубив голову, выбросили их к находившимся снаружи. Да, это, повторяю, совершенно такая эксклюзивная традиция о гибели антиоха, нигде более в такой форме не рассказывающаяся, хотя все, как еврейские, так и греческие авторы рассказывают о том, что антиох умер вследствие, после того, что он пытался ограбить храм, и это была своего рода такая расплата, но только здесь рассказывается о том, что он погиб, так сказать, на месте преступления, и автор письма говорит, это было наказание. Во всем благословен Бог наш, предавший нечестивцев. А мы здесь поставим точку, потому что дальше начинается вторая часть письма, которая содержит много довольно поразительных вещей, касающихся двух библейских фигур. Нехеми, строителя Иерусалимской стены в начале эпохи второго храма, и пророка Ирмиял. Вот это забытые, исчезнувшие традиции, о которых мы будем в следующий раз говорить, а затем вернемся к тому месту, которым мы кончили, когда дочитали предисловие автора, и начнем читать сам рассказ. Так вот, здесь ставим точку, и, пожалуйста, если есть вопросы, замечания, их в самое время сейчас задать. Народ, пожалуйста, если есть вопросы, как было объявлено, сейчас самое место их озвучить. Народ безмолвствует. Народ безмолвствует. Ну, безмолвствует, да. Ну, хорошо. Народ безмолвствует так безмолвствует. Значит, я тогда еще пожелаю, поскольку мы кончили гибелью нечестивца, так хочется пожелать гибели тем и честивцам, с которыми нам приходится иметь дело, им всем, и, в частности, их руководителям, как бы, отрубить у этой гидро ее ядовитые головы, вот, и надеяться здесь на Божью поддержку. Ах, усамен, вообще надо, видимо, включить вот то, что в синагоге раздают листочек, да, который читается перед молитвой или после молитвы. Там читаются три псалма и еще... Да, ну вот приведенный выше того историю про Антиоха вполне... Да, да, можно, можно, да. Кстати говоря, это то, что я скажу последнее, это такая загадка, на самом деле, потому что вот эта история, которая изложена в письме, противоречит истории смерти Антиоха, как она изложена в самом повествовании второй Маковейской книги в дальнейшем. Это одна из причин, почему... Одна только из причин, почему исследователи считают, что письма были постфактум присоединены к книге, а не были изначально ее органичной частью, потому что есть противоречия между текстами. Окей. Спасибо за внимание. Да, для синагоги Маханая может быть вполне такое научное... Да. Это вполне будет к месту. Окей, псуротуот, всем счастливо, до свидания. Победа Израиля, и, пожалуйста, все вопросы, которые у вас, возможно, возникнут, в любом известном вам месте, в чате, в комментариях, записи YouTube, где угодно. Окей, всем счастливо, пока, спасибо, до свидания, пока. Субтитры создавал DimaTorzok